Всем привет! Мы на канале QWERTY, меня зовут Александр Панчин Сегодня мы, как и обещали, поговорим о клонировании Обычно люди представляют себе клонов как таких странных существ, которых выращивают в баках с какой-то жидкостью И они очень похожи, точнее идентичны некоторому человеку, из которых их получили Но такой образ клона, который показан в фильмах, он очень далек от реальности На самом деле, если мы кого-то клонируем, то он будет начинать свой жизненный путь с маленького-маленького эмбриона Который потом вырастет от взрослого, пустим, человека, если мы будем клонировать человека Но на самом деле клоны, они уже существуют и ходят среди нас Например, если вы, например, видели однояйцовых близнецов, то это клоны Они абсолютно одинаковые с точки зрения своей ДНК Хотя могут немножко отличаться в силу разных условий, которые бывают в условиях их внутриутробного развития Ну и дальнейшего их обучения и культурной социализации Но если мы говорим про клонирование с точки зрения науки, то, наверное, все слышали про ловечку Доли Считается, что это был самый первый клонированный организм Хотя на самом деле не совсем так Овечка Доли, она была совершенно нормальной овечкой У нее даже были дети Умерла она от инфекционного заболевания Поэтому сразу можете отбросить всякие страшилки про то, что клонирование, оно как-то ухудшает здоровье Более того, впоследствии некоторые ученые из института Рикин, они решили сделать такой эксперимент Они брали мышь, потом они клонировали эту мышь, потом они делали клона-клона этой мыши Потом клона-клона-клона-клона-клона-клона 25 раз, получили клонов 25-го поколения, они были совершенно нормальны, фертильны и абсолютно здоровы Кого еще клонировали? Есть, например, коммерческое клонирование, когда клонируют кошек Как все это сделать? Как клонировать какой-нибудь организм? Для этого вам нужно взять генетический материал у какого-то взрослого организма Например, вы берете клетку из молочной железы, какой-нибудь овцы Затем вы берете яйцеклетку у какой-нибудь другой овцы И из этой яйцеклетки с помощью специальной микропипетки вынимаете ядро А в ядре находится генетическая информация У вас есть пустая яйцеклетка, а еще у вас есть клетка, в которой есть ядро Вот это исходные овцы Вы берете ядро, переносите его в пустую яйцеклетку И у вас получается как бы новая клетка И эта клетка затем трансплантируется в суррогатной мать То есть еще третья овцы На самом деле, вроде этой третьей овцы может выступать как первая, так и вторая Это не очень важно, но в этой суррогатной овце будет выращиваться дальше маленький ягненок Который, собственно, потом и превратится в генетически идентичный вот этой вот овце Которая была донором генетического материала, организм Таким образом вы совершите клонирование Вот я сказал, что овечка доля не совсем первый клонированный организм Очень похожие технологии использовали немножко раньше ученые в России Человек по имени Ливон Чимархян и его группа ученых из РАН Они клонировали мышку, мышку-машку Разница заключается в том, что они использовали вот это ядро Они взяли не из клетки взрослого организма, как это было в случае с овечкой доля А они взяли его из эмбриональной клетки То есть из еще очень молодого такого организма, из зародыша, по сути Поэтому некоторые говорят, что это не совсем полноценное клонирование Потому что это не копия взрослого организма Но, тем не менее, технология клонирования была примерно та же самая Тоже взяли ядро, перенесли в глицеклетку Перенесли в сферогатную мать и получили организм Вот технология, похожая на то, что сделал Чайлахян Вот такого рода клонирование на самом деле сейчас используется Для создания людей, которые имеют троих родителей Может быть, вы про это слышали? Как же у человека может быть две мамы и папа? Делается это следующим образом Вообще это очень важно для предотвращения некоторого генетического заболевания Вот у нас большая часть наследственного материала, ДНК, находится внутри нашего ядра В наших хромосомах, в клетке, в ядре А еще в клетке есть так называемые митохондрии Это маленькие клеточные органеллы Они умеют сами делиться У них есть свой генетический аппарат, своя собственная ДНК И вот эти митохондрии иногда повреждены И это приводит к болезни А митохондрии, они передаются вместе с яйцеклеткой То есть по материнской линии Если мать болела этим заболеванием, то ее дети будут болеть этим заболеванием И для того, чтобы эти митохондры исправить Можно сделать следующее Берется оплодотворенная яйцеклетка То есть мама и папа заводят ребенка по сути Затем из этой яйцеклетки берется ее ядро Переносится в пустую яйцеклетку В которой нет ядра, но есть митохондры от здоровой матери Одна женщина выступает донором генетического материала ядерного Отец выступает донором ядерного генетического материала И еще одна женщина выступает донором митохондриального генетического материала И получается вот такая вот клетка, в которой все это намешано А потом эту клетку переносит Обычно это, на самом деле, первая матерь, которая, собственно, хотела ребенка завести И дальше из этого получают человека И самое интересное, что такие люди уже тоже есть, они ходят среди нас Есть уже достаточно, так скажем, взрослые, подростки Их получили уже очень давно И после этого ученые, точнее, не сколько ученые, сколько регуляторные организации Боялись, а вдруг это опасно и запретили Хотя все было в полном порядке Но вот недавно снова разрешили И снова будут делаться дети от трех родителей в некоторых странах Для чего нам нужно клонировать животных? Какие у этого есть практические задачи? Ну, во-первых, мы можем с помощью клонирования спасать вымирающие виды Как это было сделано с диким муфоном Эти организмы, они не очень активно размножаются Видимо, поэтому они в Красную книгу попали Вы можете взять у них клетку Взять из них генетический материал, перенести ее в яйцеклетку Даже, на самом деле, представители другого вида родственного, домашненного И взять и принести ее в генетический материал Потом перенести эту яйцеклетку с этим материалом в суррогатную овцу условную И получить клон этого муфона И таким образом можете воспроизводить те организмы, которые уже не очень хотят воспроизводиться И их спасать Есть организмы, которые сами не могут размножаться Ну, например, мулы Практически всегда они бесплодны Мулы — это гибрид лошади и осла И если у вас получился хороший мул Вы хотели бы его размножить То единственный шанс это сделать с помощью клонирования Или представьте себе, что у вас есть хорошая породистая лошадь Или скакун, который побеждает постоянно в всяких-всяких разных забегах У него очень хорошее получилось сочетание генетического материала Вы можете взять и его клонировать И тогда эта комбинация генов будет передаваться И вы сможете постоянно побеждать в ваших соревнованиях Что еще можно клонировать? В фильме Пархиллского периода показали фантастические, но из фантастических, возможно, самый правдоподобный способ создания динозавра Как они это делали? Они хотели получить ДНК динозавра Для этого нужно было взять ее из комара, который пил кровь динозавра А потом застыл в янтаре Так у ДНК было бы больше шансов сохраниться, потому что ее не съели бы бактерии Затем ошибки в этой ДНК они исправляли с помощью ДНК лягушки Сейчас мы знаем, что птица ближе к динозаврам, к типа тираннозавра или какого-то ревоцираптора Но они брали лягушку, тоже сойдет, исправляли ошибки Затем эту ДНК переносили в клетку и дальше, собственно, по сути клонировали динозавра Этот способ, конечно же, не получится по той причине, что от динозавров у нас не осталось Хорошей какой-то ДНК, которую можно было проанализировать Но у нас есть ДНК некоторых других вымерших видов, например, мамонта Геном мамонта, то есть в оккупности его ДНК, она была прочитана Мы знаем, чем мамонт генетически отличается от слона И вот ученый по имени Джордж Чордж предложил Давайте мы возьмем и клонируем мамонта Для этого не обязательно взять клетку мамонта и из нее вынуть ядру К сожалению, с этим могут быть некоторые технические проблемы Мы можем взять клетку слона и ее генномодифицировать Мы можем внести в ДНК слона те генетические изменения, которые отличают слона от мамонта И затем эту клетку с помощью, по сути клонирования, перенести в яйцеклетку слона И дальше слон родит такого мамонтенка Ну, это будет некоторый гибрид слона и мамонта Но у него могут быть признаки мамонта Он может быть волосатым, он может быть устойчивым к холоду Ну и обладать некоторыми другими интересными особенностями Мы могли бы потом изучать, смотреть, как они выглядят Завести в зоопарках, вывести в национальные парки и так далее Но задумайтесь, если мы можем воскресить такой вид как мамонт То, может быть, мы можем воскресить кого-то более интересного Например, неандертальца Потому что, по сути, все технологии, необходимые для этого, у нас тоже есть Ученые научились делать генетически модифицированные человеческие клетки Генетически модифицированные человеческие эмбрионы Первые работы уже вышли в научных журналах И, значит, мы, в принципе, могли бы взять клетку человека Изменить ДНК так, чтобы она была похожа на неандертальцев ДНК Внести все изменения, которые отвечают нас от неандертальцев Геномы которых прочитаны И после этого мы можем эту клетку перенести в яйцеклетку И если найдется девушка, которая захочет стать мамой неандертальцу То мы можем их получить И у нас неандертальц часто используется, что такое ругательное Но надо помнить, что неандертальцы вообще-то обладали большим мозгом, чем мы По объему И, может быть, они вообще были милейшими существами И именно поэтому мы их в какой-то момент, по-видимому, уничтожили Возможно, нам нужно их вернуть, чтобы искупить свою вину Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал И увидимся через неделю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...